Всем привет, с вами Евгений. В данном видео я хочу показать разницу между Sharp SH930W Aclos Phone и Sony Xperia V. Цель ролика продемонстрировать разницу в производительности с одинаковой начинкой между Full HD разрешением 1920х1080 точек у Sharp и HD 1280х720 точек. Приступим. Стоит сказать, что Sharp в настоящее время построен на Android 4.1.1 Jelly Bean, в то время как Xperia V базируется на Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Имеется фирменные интерфейсы, но у Sharp можно отключить интерфейс. Спереди у них разговорные динамики, фронтальные камеры. У Sharp разрешение фронтальной камеры 2 Мп, а у Sony 0.3 Мп. Датчики освещенности и расстояния, светодиоды. Первым загрузился Xperia V. Аппаратных клавиш под экранами у них нет. И управление реализовано с помощью виртуальных клавиш, которые находятся в нижней части. Диагональ у Xperia V 4.3 дюйма, 720p, 341 ppi обеспечивает она. У Sharp 5 дюймов, 1080p, 440 ppi. Внешне особой разницы я на самом деле не вижу в плотности пикселей. Это надо очень-очень сильно присматриваться, чтобы почувствовать разницу между HD при такой диагонали и Full HD при такой диагонали. Давайте посмотрим на углы обзора. У Sharp они отличные, у Xperia V похуже. Картинка выцветает. При этом я бы назвал экран Xperia V немножко ярче, но цвета сочнее у Sharp. Смотрим на левый торец. У Sharp здесь качелька громкости, больше ничего. У Sony порт microUSB здесь спрятан за заглушкой. Телефон водонепроницаемый. Здесь же контакты для док-станции горизонтальной. Смотрим на нижний торец. У Sharp microUSB и микрофончик здесь. У Sony микрофон. На правом торце у Sony качелька громкости маленькая. Чуть ниже кнопочка питания, тоже маленькая. Здесь крепление для веревочки. У Sharp на правом торце нет ничего. Наверху у него 3,5 мм для наушников, дополнительный микрофон и кнопочка питания. У Sony здесь еще один отсек. Закрытый с кнездом для наушников. Xperia V очень легкий, 120 грамм всего, тогда как Sharp весит 145 грамм почти. По толщине Xperia V тоньше. Именно в самую узкую часть, вот здесь. По высоте смотрим. Sharp, наверное, на сантиметр побольше. Если смотрим на официальные характеристики, да, получается 1 сантиметр. 129 мм у Xperia V высота и 138,9 мм у Sharp. По ширине, где-то сколько здесь получается, 6 мм. В руке лежит удобнее Xperia V. Конечно же, они не являются прямыми конкурентами, так как это все-таки разные классы. И оппонентом Sharp станет модель Xperia Z, либо ZL. Но они по начинке будут уже, конечно, гораздо лучше, чем Sharp. Давайте взглянем на результаты в бенчмарках. В Antutu 3-й версии Sony Xperia V показал 11 000 баллов, а у Sharp 10 200. В квадранте у Sony 5738 баллов, а у Sharp 5590. Geekbench 2 у Xperia V 1614, а у Sharp 956. Виолама ТСТ HTML5 2039 у Xperia V и 1583 у Sharp. По железу 596 и 576. В Nenomark 1 Xperia V показал 61 фпс, а Sharp 54,7 фпс. В Nenomark 2 у Sharp 41,3 фпс, а у Xperia V 60,1 фпс. По бенчмаркам безоговорочное лидерство за Xperia V. Давайте я расскажу, что у них внутри. А внутри у них процессор Qualcomm Snapdragon S4 двухъядерный 1,5 ГГц. Графика Adredo 225, но у Xperia V 1 ГБ оперативной памяти, а у Sharp 2 ГБ оперативной памяти. Но это ему никак не помогает. Теперь взглянем на... Давайте на игрушки. Браузер я показывать не буду, потому что очень много факторов, различных влияющих на скорость загрузки браузера. Поэтому я буду ограничиваться отныне только результатами в бенчмарках. Именно в тестах синтетических. Первой игрой будет игрушка попроще, Temple Run 2. У нее есть несколько уровней графики. Покажу сначала на минимальном, а потом покажу максимум. Игрушка на Xperia V уже загрузилась. Теперь Sharp. Заходим в меню. Меню. Сеттингс. Смена качества визуальной составляющей. В Xperia V все. Ну а Sharp еще что-то думает. Теперь Sharp. Жмем Play. Меню. Сеттингс. и высочайший уровень графики. Тоже идет применение настроек. Xperia V опять готов, а Sharp еще думает. Все, продумал, жмем Play. Нет плавности у Sharp такой, как у Xperia V, хотя игрушка идет вполне хорошо, играть можно. Но и на Xperia V, конечно же, все плавнее и быстрее. А в данной игре на реакцию самое важное. Вторая и последняя игра, Nova 3. Много игрушек показывать не вижу смысла, потому что, в принципе, уровень производительности можете оценить по этим дом-тайтлам. Черный цвет лучше у Аквасфона. Но у Xperia V вы видите, что черный цвет такой слегка бледноват. Получается, игра загрузилась же на Xperia V. На Sharp еще загружается. Сброс. Сброс. У Nova 3. На Sharp шрифт не адаптирован под разрешение. Все очень мелкое. А в Xperia V шрифт побольше. Читать удобнее. Xperia V готов к началу. Sharp еще пока думает. Думает-думает. А пока он думает, давайте я расскажу про батарейки. У Xperia V 1700 мА батарея, а у Sharp 2100 мА батарея. При этом по тестам, по нашим Xperia V работает дольше. Очевидно, что разрешение негативно сказывается на времени работы. Так же, как и диагональ большая. большая шарпа слайд-шоу. А у Xperia V все нормально. Уровень графики одинаковый. Мы видим горящий дом, дым. Ну, играть. в Note 3 на Sharp'е у вас не получится. Давайте я сверну игру. И напоследок продемонстрирую уровень громкости девайсов. Заходим в стандартные музыкальные плееры. У Sony это Walkman, а у Sharp'а просто музыка. Так. Так. Так, так. И одинаковый трек. Например, вот этот. Если телефоны лежат вот в таком вот положении на спинке, то звук у Xperia V звучит гораздо громче, четче. Динамики вообще у них находятся сзади примерно в одном месте внизу. Так. теперь перевернем, послушаем. У шарпа погромче получается. Но звук грязноват, а у Xperia V он динамик пицклявый, несмотря на различные улучшалки, которые возможны в настройках. Это Clear Face и X-Loud. Могу, в принципе, показать и с другими настройками. Разницы особо нет. Камера лучше Xperia V. По времени работы, мне тоже кажется, что Xperia V получше. Получается, по дизайну тут кому как больше нравится. Мне нравится изогнутая форма Xperia V и мне нравится скругленная передняя панель у шарпа. Качество картинки, именно дисплей все-таки за шарпом. Разрешение выше. Панелька более красочная. По производительности вы и сами все видели, что Xperia V просто не оставляет шансов шарпу. И мы можем, в принципе, ожидать похожих результатов от сравнения шарпа данного с Sony Xperia ZZL. Мне кажется, смысла, конечно, в таком сравнении вообще нет, потому что в новинках от Sony применяется уже 4-ядерный чипсет Snapdragon S4 Pro с графикой Adreno 320, который камня на камне просто от шарпа не оставит с этим 2-ядерным колл-копом Snapdragon S4. И мне кажется, что это ошибка была у шарпа, что она взяла и применила, поторопилась процессор, который рассчитан на HD смартфоны в Full HD аппарате. Также не могу не отметить, что Sony Xperia V поддерживает LTE, поддерживает NFC, а в шарпа таких штучек нет. Ну и Xperia V можно топить в воде. Спасибо за внимание, подписывайтесь, комментируйте и до свидания.